Исакогорская библиотека номер 14 представляет громкое чтение сказки Максима Горького «Воробьишка». Алексей Максимович Горький – известный русский советский писатель. Он внес большой вклад в область детской литературы. Не являясь педагогом по образованию, он думал о воспитании детей до конца своих дней. Горький считал, что воспитанием детей должны заниматься люди, которые любят это дело по-настоящему. Алексей Максимович выступал за радостное детство, в котором труд и жизнь являются наслаждением, а не жертвой и подвигом. Он был уверен, что с охраны детей начинается охрана культуры. Имя этого писателя в наши дни совсем не популярно, а жаль. Ведь у Горького есть такие труды, которые не утратили своей актуальности до сих пор. И среди них произведения, по праву вошедшие в сокровищницу детской и юношеской литературы. Это прекрасные сказки про Иванушку Дырачка, «Жил-был самовар», «Случай с Евсейкой», рассказы «Дед Архип» и «Встряска» и многие другие. Причина того, что эти сказки и истории до сих пор любимы детьми, кроются не только в литературном даре писателя, но и в его непростом детстве, которое прошло в самой толще народной жизни. Максим Горький или Алексей Максимович Пешков родился в Нижнем Новгороде. Очень рано он остался без родителей и воспитывался в семье деда Василия Коширина, сурового, деспотичного и очень несчастливого человека. Лучшим другом Алеши стала бабушка, с малых лет прививавшая любовь к родному языку, к народным сказкам, стихам и песням. Писатель с огромной любовью и благодарностью отзывался об этой доброй и мудрой женщине. Говорила она, как-то особенно выпивая слова, и они легко укреплялись в памяти моей, похожие на цветы, такие же ласковые, яркие и сочные. Когда она улыбалась, ее темные, как вишни, зрачки расширялись, вспыхивая невыразимо приятным цветом. Улыбка весело обнажала белые крепкие зубы, и, несмотря на количество морщин в темной коже щек, все лицо казалось молодым и светлым. Вся она темная, но светилась изнутри, через глаза, неугасимым, веселым и теплым цветом. Именно сказки бабушки помогли Горькому написать такие простые, но в то же время интересные и поучительные произведения. В 2022 году исполняется 110 лет сказки «Воробьишка». Именно ее мы с вами и послушаем. Максим Горький. «Воробьишка». У воробьев совсем так же, как у людей. Взрослые воробьи и воробьихи печушки скучные, обо всем говорят, как в книжках написано. А молодежь живет своим умом. Жил-был желторотый воробей. Звали его Пудик. И жил он над окном баня за верхним наличником, в теплом гнезде из пахли, маковинок и других мягких материалов. Летать он еще не пробовал, но уже махал крыльями и все выглядывал из гнезда. Хотелось поскорее узнать, что такое Божий мир и годится ли он для него. «Что, что?» – спрашивала воробьиха мать. Он потряхивал крыльями и, глядывая на землю, чирикал. «Чересчур черна! Чересчур!» Прилетал папаша, приносил букашек Пудику и хвастался «Чиф ли я?» Мама воробьиха одобряла его «Чиф, чиф!» А Пудик глотал букашек и думал «Чем чванятся червячка на ножках дали? Чудо!» Все высовывался из гнезда, все разглядывал. «Чада, чада!» – беспокоилась мать. «Смотри, чебурахнешься!» «Чем, чем?» – спрашивал Пудик. «Да ничем! А упадешь на землю, кошка чик и слопает!» – объяснял отец, улетая на охоту. Так все и шло, а крылья расти не торопились. Подул однажды ветер. Пудик спрашивает «Что, что?» «Ветер! Дунет он на тебя!» – чик! «И сбросит на землю кошки!» – объясняла мать. Это не понравилось Пудику. Он сказал «Зачем деревья качаются? Пусть перестанут, тогда и ветра не будет!» Пробовала мать объяснить ему, что это не так. Но он не поверил. Он любил все объяснять по-своему. Идет мимо бани мужик, машет руками. «Чисто крылья ему оборвало кошка!» – сказал Пудик. «Одни косточки остались!» «Это человек! Они все бескрылые!» – сказала Воробьиха. «Почему?» «У них такой чин, чтобы жить без крыльев!» «Они всегда на ногах прыгают!» «Чу?» «Зачем?» «Будь-ка у них крылья, так они и ловили бы нас, как мы с папой мошек!» «Чушь!» – сказал Пудик. «Чушь – чепуха!» «Все должны иметь крылья!» «Чать на земле хуже, чем в воздухе!» «Когда я вырасту большой, я сделаю, чтобы все летали!» Пудик не верил маме. Он еще не знал, что если маме не верить, это плохо кончится. Он сидел на самом краю гнезда и во все горло распевал стихи собственного сочинения. «Эх, бескрылый человек, у тебя две ножки! Хоть и очень ты велик, уедят тебя мошки! А я маленький совсем, зато сам я мошек ем!» Пел, пел, да, и вывалился из гнезда. А Воробьиха за ним. «А кошка – рыжие, зеленые глаза, тут как тут!» Испугался Пудик, растопырил крылья, качается на сереньких ногах и чирикает. «Честь имею! Имею честь!» А Воробьиха отталкивает его в сторону. Перья у нее дыбом стали, страшные, храбрые. Клюв раскрыла, в глаз кошки целится. «Прочь, прочь! Лети, Пудик! Лети на окно! Лети!» Страх поднял с земли Воробьишку. Он подпрыгнул, замахал крыльями, раз-раз и на окне. Тут и мама подлетела, без хвоста, но в большой радости. Села рядом с ним, клюнула его в затылок и говорит. «Что, что? Ну что ж, – сказал Пудик, – всему сразу не научишься!» А кошка сидит на земле, счищая с лапы Воробьихины перья. Смотрит на них рыжие, зеленые глаза и, сожалительно, мяукает. «Мягонький такой Воробушек, словно мышка! Мяу-вы!» Все окончилось благополучно, если забыть о том, что Воробьиха осталась без хвоста. Вот что происходит, если не слушаться маму. Благодарю вас за внимание и до новых встреч!